Вторая царств, глава одиннадцатая. Вторая царств, глава одиннадцатая. Вторая царств, глава одиннадцатая. И сказал Давид Урия, вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковщик Божий в Израиль, Иуда находится в шатрах, и господин мой и я, вы рабы господина моего, пребывает в поле. А я пошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женой? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урия, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаве и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иава осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидов. Был убит также и Урия, и Теянин. И послал Иава донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе, «Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Амелеха, сына Иерава Алова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жерного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Вот тогда ты скажи, и раб твой, Урия, Теянин, также поражен и умер. И пошел посланный от Иава к царю в Иерусалим, и пришел и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иава. Обо всем ходе сражения. И разъявался Давид на Иава, и сказал посланному, «Зачем же вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Амелеха, сына Иеравалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жерного, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене? Тогда послан сказал Давиду, «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя, а умер также и раб твой, Урия, Хитиянин!» Тогда сказал Давиду посланному, «Так, скажи Яву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего». «Усиль войну против города твою, и разрушь его, так, ободри его». И услышала жена Урия, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Вторая царств, глава двенадцатая. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, который сделал это». Так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего налона твоего, и дал тебе дом Израилев и Иудин, если этого дал, для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Ури Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, аманитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня, и взял жену Ури Хитиянина, чтобы она была тебе женою». Так говорит Господь, «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайну, а я сделал это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Ури Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшим дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день, когда дитя умерло, и слуги Давыдову боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же, скажем, ему умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, и подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид в Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. И послал порока Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Иав воевал против Равы Амманицкой, и взял почти царственный город. И послал Яв к Давиду сказать ему, Я нападал на Раву, и овладел водой города. Теперь собери остальной народ, и подступи к городу, и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему. И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их, с головы его, а в нем было золото талант, и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову. И добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами амманицкими. И возвратился после того Давид, и весь народ в Иерусалим. Вторая царь, глава тринадцатая. И было после того, у Иерусалима сына Давидова была сестра красивая, по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарь, сестры своей, ибо она была девицей, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг, по имени Иоаннадав, Иоаннадав, сын самая брата Давидова, Иоаннадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, а чего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон, Фомарь, сестру, а ведь солома брата моего люблю я. И сказал ему Иоаннадав, ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, и приготовит кушанье при моих глазах, чтобы я видел, и ел из рук ее. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю, пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фомаре в дом сказать, пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла она муки, и замесила, и изготовила перед глазами его, и спекла лепешки. И взяла сковороду, и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказала Амнон, пусть все выйдут от меня, и вышли от него все люди. И сказала Амнон Фомаре, отнеси кушанье во внутреннюю комнату, я поем из рук твоих. И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, иди, ложись со мной, сестра моя. Но она сказала, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле, ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Но не хотел слушать слово ее, и преодолев ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какой имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. И Фомарь сказала ему, нет, брат, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери, девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе. И положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал я Ависсалом, брат ее, не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Ависсалома, брата своего. И услышал царь Давид об этом всем, и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. А Ависсалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Ависсалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через два года было стрижение овец у Ависсалома в Алгацоре, что у Ефрема. И позвал Ависсалом всех сыновей царских. И пришел Ависсалом к царю и сказал, «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Ависсалому, «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Ависсалом, но не захотел идти и благословил его. И сказал ему Ависсалом, «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему, «Царь, зачем ему идти с тобою?» Но Ависсалом упросил его. И он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Ависсалом пир, как царь делает пир. Ависсалом же приказал отрокам своим, сказав, «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказую вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Ависсалома с Амноном, как приказал Ависсалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Ависсалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, поверхся на землю, и все слуги его предстоящие ему разодрали одежды свои. Но Иоанн Адав, сын сама и брата Давида, сказал, «Пусть не думает господин мой царь, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, его Ависсалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчаствовал сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Ависсалом, и поднял острых стоявших на страже глаза свои и увидел, вот много народа идет по дороге, по скату горы. И пришел страж, и возвестил царю, и сказал, «Я видел людей на дороге Аронской, на скате горы». Тогда Иоанн Адав сказал царю, «Это идут царские сыновья, как говорил Раф твой, так и есть». И два только, сказал он это, вот пришли царские сыновья, и подняли вополь, и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Ависсалом же убежал, и пошел к Фалмаю, сыну Эмиуда, царю Гессурскому, в землю Хамахатскую. И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Ависсалом убежал, и пришел в Гессур, и пробыл там три года. И не стал царь Давид преследовать Ависсалома, ибо утешился о смерти Амнона». Вторая царств, глава 14. И заметил Яав сын Сороин, что сердце царя обратилось к Ависсалому. И послал Яав фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не машься Илеем, и представься женщиной много дней, плакавшую по умершим. И пойди к царю, и скажи ему так и так». И вложил Яав в уста ее, что сказать. И пошла женщина, фикоитянка, к царю, и пала лицом своим на землю, поклонилась и сказала, «Помоги, царь, помоги!» И сказал я, «Сарь, что тебе?» И сказала она, «Я давно вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на работу твоей, и говорят, «Отдай убийцу брата твоего, мы убьем его за душу брата его, которого он погубил, и истребим даже наследника. И как они так погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли?» И сказал царь женщины, «Иди спокойно домой, я дам приказание тебе». Но женщина, фикоитянка, сказала царю, «На мне, господин мой царь, добудет вина, и на доме отца моего царжи, и престол его не повинен». И сказал царь, «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала, «Помяни, царь, господи, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь, «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина, «Позволь, рабе твоей, сказать еще слово господину моему царю». Он сказал, «Говори». И сказала женщина, «Почему ты так мыслишь против народа Божия?» Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. «Мы умрем, и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать». Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала, «Поговорю я с царем, не сделает ли он по словам рабы твоей?» «Верно, царь высушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя, «Да будет слово господина моего царя в утешении мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может высушить добро, доброе и худое. И Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине, «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина, «Говори, господин мой царь». И сказал царь, «Не рука ли я во всем этом с тобой?» И отвечала женщина, и сказала, «Да живет душа моя твоя, господин мой царь». «Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь». Точно, раб твой Иав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы прищую дать делу такой вид, раб твой Иав научил меня, но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иаву, «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Весолому». Тогда Иав впал лицом на землю и поклонился и благословил царя и сказал, «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение перед очами твоими, господин мой царь». Так как царь сделал по слову раба своего. И встал Иав и пошел в Гессур, и призвал Весолома и Иерусалим. И сказал царь, «Пусть он возвратится в дом свой, а лицо моего лица не увидит». И пошел Весолом в дом свой, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Весолом и столь хвалимого, как он. От обошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Весолома три сына и одна дочь по имени Фомарь. Она была женщина красивая и сделалась женой Равама, сына Соломона, и родила ему Авию. И оставался Весолом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал. И послал Весолом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Весолом тот участок поля огнем. И пришли слуги Иава к нему, разодрав одежды свои, сказали, слуги Весолома выжили участок твой огнем. И стал Иава, пришел к Весолому в дом и сказал ему, зачем слуги твои выжили мой участок огнем? И сказал Ави Сталом Иаву, вот, я посылал за тобой, говоря, приди сюда и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел я к царю и пересказал ему это. И позвал царя Весолома, он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царь Весолома. Вторая царь, глава пятнадцатая. После сего Весолом завел у себя колесницей и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Весолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь имея тяжбу шел к царю на суд, то Весолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилю араб твой, тогда говорила Моя Весолома, вот дело твое доброе и справедливое. Ну, царя некому выслушать тебя. И говорила Весолома, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имел спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал Весолом со всеми израильтянами, приходившими на суд к царю, и вкрадывался Весолом в сердце израильтян. По прошествии сорока лет царства Недавида Весолом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гессурии, в Сирии, дал обет, если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Весолом лазутчика во все колено Израилю, и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, А Весолом воцарился в Хевроне. С Весоломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Весолом послал и призвал Ахитофела Гелонянина, советника Давидова из его города Гело. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Весолома. И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Весолома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Весолома, спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас и ввел на нас беды и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно господину нашему царю мы рабы твои. И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь десять жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие и остановились убев Мерхата. И все слуги пошли по сторонам его. И все хилифеи, и все филифеи, и все гефиане, до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь гефея гефианину, зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду куда случится, возвратись и возврати братьев своих с тобою. Да сотворит господь милость и истину с тобою. И отвечал Ефея царю и сказал жив господь и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь в жизни или в смерти или там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею и так иди и ходи со мною. И пошел ефея гефианин и все люди его и все дети бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом и весь народ переходил и царь перешел поток кедрон и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне. Вот и садок священник и все левиты с ним несли ковщег завета божия из вифары и поставили ковщег божий а виафар стоял на возвышении доколе весь народ не вышел из города и сказал царь садоку возврати ковщег божий в город и пусть он стоит на своем месте если я обрету милость перед дочами господа он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его а если он скажет так нет моего благоволения к тебе то вот я пусть творят со мною что ему угодно творит и сказал царь садоку священнику видишь ли возвратись в город с миром яхимас сын твой янафан сына виафара оба сына ваши с вами видите ли я помедлю на равнении в пустыне да коли не придется известие от вас ко мне и возвратили садок и виафар ковщег божий в Иерусалиме и остались там а Давид пошел на гору Илеонскую шел и плакал голова у него была покрыта он шел босой и все и все люди бывшие с ним покрыли каждый голову свою шли и плакали и донесли Давиду и сказали и Ахитофел в числе заговорщиков сависалом и сказал Давид господи боже мой разрушь совет Ахитофела когда Давид зашел на вершину горы где он поклонялся Богу вот навстречу ему идет Хуси архитянин друг Давида одежда на нем была разодрана и прах на голове и сказал ему Давид если ты пойдешь со мною то будешь мне в тягость но если возвратишься в город и скажешь Ависалому царь прошли мимо братья твои и царь твой прошел и ныне я раб твой оставь меня в живых доселе я был рабом отца твоего а теперь я твой раб то ты расстроишь для меня совет Ахитофела вот там с тобой садок и Виафар священники и всякое слово какое услышишь из дома царя пересказывай садоку и Виафару священникам там с ними и два сына их Ахимаас сын садока и Иоаннафан сына Виафара через них посылайте ко мне всякое известие какое услышите и пришел Хуси друг Давидов в город Ависалом же вступал тогда в Иерусалим 2 царств глава 16 когда Давид немного сошел с вершины горы вот встречается ему Сива слугам имфивосфея с парой набьющенных ослов и на них двести хлебов сто связок изюма сто связок смоку и мех с вином и сказал царь Сиве для чего это у тебя и отвечал Сива ослы для дома царского для езды а хлеб и плоды для пищи отроком а вино для питья ослабевшим в пустыне и сказал царь где сын господина твоего и отвечал Сива царю вот он остался в Иерусалиме и говорит теперь ты дом Израиля возвратит мне царство отца моего и сказал царь Сиве вот тебе все что уме в Иерусалиме и отвечал Сива поклонившись да обрету милость в глазах господина моего царя когда дошел царь Давид до Бахурима вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени семей сын Геры он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя так говорил семей злословие его уходи уходи убийца и беззаконник господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова вместо которого ты воцарился и предал господь царство в руки Авесолома сына твоего его ты в беде ибо ты кровопийца и сказал Авеса сын царуен царю зачем заслует этот мертвый пес господина моего царя пойду я и сниму с него голову и сказал царь что мне и вам сыны Саруена оставьте его пусть он злословит ибо господь повелел ему злословить Давида кто же может сказать зачем же так делаешь и сказал Давид Авесе и всем слугам своим вот если мой сын который вышел из шресла моих ищет души моей тем больше сын винемитянина оставьте его пусть злословит ибо господь повелел ему может быть господь призрит на уничижение мое и воздаст мне господь благостью за теперешнее его злословие и шел Давид и люди его своим путем а семей шел по окраине горы со стороны его шел и злословил и бросал камни на сторону его и пылью и пришел царь и весь народ бывший с ним утомленный и отдыхал там а весолом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим и ахитофел с ним когда хуси архитянин друг Давидов пришел к весолому то сказал хуси а весолому да живет царь да живет царь и сказал весолом хуси таково то усердие твоё к твоему другу отчего же ты не пошел с другом твоим и сказал хуси а весолому нет я пойду вслед того кого избрал Господь и этот народ и весь Израиль с тем и я и с ним останусь и при том кому я буду служить не сыну ли его как служил я отцу твоему так буду служить и тебе и сказал а весолому ахитофелу дайте совет что нам делать и сказал ахитофел а весолому войди к наложницам отца твоего которых он оставил сохранять охранять дом свой и услышат все израильтяне что ты сделался ненавистным для отца твоего и укрепятся руки всех которые с тобою и поставили для весолома палатку на кровле и вошел а весолом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля советы же ахитофела которые он давал в то время считались как если бы кто спрашивал наставление у Бога таков был всякий совет ахитофела как для как для давида так и для авесолома вторая царств глава 17 и сказал ахитофел авесолому выберу 12 тысяч пеших и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь и нападу на него когда он будет утомлен с опущенными руками и приведу его в страх и все люди которые с ним разбегутся и я убью одного царя и всех людей обращу к тебе и когда не будет одного душу которого ты ищешь тогда весь народ будет в мире и понравилось это слово авесолому и всем старейшинам израилям и сказал авесолом позовите хуси архитянина послушаем что он скажет и пришел хуси к авесолому и сказала ему авесолом говоря вот что говорит ахитофел сделаем ли по его словам а если нет то говорит и сказал хуси авесолому нехорош на этот раз совет который дал ахитофел и продолжал хуси ты знаешь твоего отца и людей его они храбры и сильно раздражены как медведица в поле у которой отняли детей и как вепер свирепый на поле а отец твой человек воинственный он не остановится ночевать с народом вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или другом месте если кто падет при первом нападении на них и услышат и скажут было поражение людей последовавших за Весоломом тогда и самый храбрый у которого сердце как сердце львиное упадет духом ибо всему Израилю известных как храбр отец твой и мужественны те которые с ним посему я советую пусть соберутся к тебе весь Израиль соберется от Дана до Версавии во множестве как песок при море и ты сам пойдешь посреди его и тогда мы пойдем против него и каком бы в каком бы месте он не находился и нападем на него как падает роса на землю и не останется у него ни одного человека и всех которые с ним а если он войдет в какой-либо город то весь Израиль принесет тому городу веревки и мы стащим его в реку так что не останется ни одного камешка и сказал Авестолому весь Израиль совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофелов чтобы навести Господу бедствие на Авестолому и сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам так и так советовал Ахитофелов Авестолому и старейшинам Израилю а так и так посоветовал я и теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне но поскорее перейди чтобы не погибнуть царю и всем людям которые с ним Иоаннафан и Ахима стояли у источника Регель и пошла служанка и рассказала им а они пошли известили царя Давида ибо они не могли показаться в городе и увидел их отрок и донес обе солому но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим в дом одного человека у которого на дворе был колодец и спустились туда а женщина взяла и растянула над устьем колодец за покрывало и насыпала на него крупы так что не было видно и незаметно ничего и пришли рабы из соломок к женщине в дом и сказали где Ахимаас и Анафан и сказала им женщина они перешли вброд реку искали они не нашли и возвратились в Иерусалим когда они ушли те вышли из колодезя пошли известили царя Давида и сказали Давиду станьте и поскорее перейдите в воду ибо так и так советовал вас Ахитофел и стал Давид и все люди бывшие с ним и перешли Ордан к расцвету не осталось ни одного который не перешел Бердан и увидел Ахитофел что не исполнен совет его и оседлал осла и собрался и пошел в дом свой в город свой и сделал завещание дому своему и удавился и умер и был погребен в гробе отца своего и пришел Давид в Маханаим а Авестолом перешел Бердан сам и весь Израиль с ним Авестолом поставил Амистая вместо Иавана двойском Амистая был сын одного человека по имени Еферы из Изриэля который вошел к Авигею дочери Нааса сестре Саруи матери Иава и Израиль с Авестолом расположились в стану в земле Галатской когда Давид пришел в Маханаим то Сони сын Нааса из Равы Амманистской и Махир сын Амаила из Ладовара и Верзели голодитянин из Раглима принесли десять приготовленных постелей десять блюд и глиняных сосудов и пшеницы и ящменя и муки и пшена и бобов и щечевицы и жареных зерен и меду и масло и овец и сыра коровья принесли Давиду и людям бывшим с ним в пищу ибо ибо говорили они народ голоден и утомлен и терпел жажду в пустыне и и и Продолжение следует...